Девушки отдыхают Налетели местные правоохранители. Предлагали, так сказать, свой надежный тыл за символическую ежемесячную сумму. Женщина согласилась. Впрочем, аппетиты милиционеров каждый раз росли, и она перестала давать деньги. Однако, бедняга не знала, что этим подписала себе приговор. Так как я прервала с ним сделку, они мне включили счетчик на проценты, что я им должна. Посчитали, выставили мне сумму. И не маленькую. Женщина говорит, у нее таких денег не было. Однако, правоохранители предложили выход. Они сказали, если у тебя нет таких средств, то у нас в банке есть человек, который может тебе сделать кредиты. По словам Ирины, она брала кредиты и сразу у выхода банка отдавала их милиционерам. Но когда женщина вообще не могла платить, правоохранители приказали ей продавать квартиру. И назвали конкретный срок выплаты. Всей суммы вроде бы долго. Впрочем, женщина не уложилась в так называемый срок. И началось самое страшное. Они подъехали ко мне на машине, бросили меня в машину, вывезли меня в лес, жестоко избили. Повыбивали мне зубы, жестоко издевались надо мной. Все эти издевательства женщина терпела не случайно. Те, кто крышевал ее, перестраховались. Так как она была частным предпринимателем, то кроме денег, правоохранители требовали еще и липовых справок о трудоустройстве своим людям. И женщине лопнуло терпение. Она все же обратилась с жалобой об издевательствах правоохранителей Сиховского райотдела милиции. Те, недолго думая, обвинили ее в махинациях со справками. Суд назначил женщине два года условно и 10 месяцев в детственном изоляторе. Но пока Ирина была в неволе, бесчинства правоохранителей продолжались. Сотрудник Сиховского райотдела со своими понятыми, с которыми они сотрудничают, «Туда, в мою квартиру, поселили других малолеток. Сделали из дома притон, реальный притон. Соседи неоднократно обращались в органы». Кроме того, когда Ирина вышла из изолятора, ее квартира была пуста. Ее обчистили, так сказать, временные жители дома. Женщина обратилась в милицию. Там по факту открыли уголовное производство. Из 11 подозреваемых к ответственности привлекли только одного. Впрочем, на этом безобразие не остановились. По словам Ирины, конфликт обострился еще больше. Женщину снова поставили на счетчик. Вот только теперь, в качестве шантажа, избрали свободу ее мужа. «Мой муж лежит на асфальте, и его бьют жестоко. Куча людей собралось. Моего мужа погрузили в машину, где я из окна видела с машины серого цвета, с водительской двери вытягивается пистолет и идет прямо к моему мужу. Я думала, его хотят убить. Ему запихивают в куртку, грузят его в машину и уезжают. Потом, 5 марта, ко мне утром пришел Процик и Мельникова Вика и дала мне срок до 6 вечера, чтобы я им дала 3000 долларов». Женщина денег не дала. Зато ее мужа приговорили к 9 годам за разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. Адвокат потерпевшего утверждает, суд изменит свое решение, ведь дело имеет много непонятных нюансов. «Помимо этого, в этот день было составлено три совершенно разные протокола задержания относительно Алексяк. В связи с этим было подано заявление о возобновлении судебного разбирательства по вновь открывшимся обстоятельствам». До этого дело рассматривалось с тремя инстанциями, и этих протоколов никто не предъявлял. Поэтому покажено верить, что суд примет справедливое решение, ему же отпустят. Относительно произвола сотрудников милиции, которых называла героиня нашего сюжета, то и генеральная, и областная, и местная прокуратуры только перебрасывают это дело друг на друга. Мы также направили информационные запросы и в прокуратуру, и в милицию Львовской области. Последняя инстанция в течение двух недель так нам и не ответила. А вот от прокуратуры очередная отписка. По результатам расследования 28.11.2013 принято решение о закрытии данного производства в связи с отсутствием в действиях сотрудников милиции Сиховского райотдела данного уголовного преступления. Так что же получается? Все те произволы и противоправные действия работников милиции останутся безнаказанными, и никто не понесет уголовной ответственности. Эксперты говорят, обычно причина такой наглости – так называемое кумовство. Когда, например, на региональном уровне прокурор хорошо дружит с главным милиционером, и ни один из них, конечно, не даст друг другу обиду. Специалисты говорят, такие местные поруки трудно доказать. Однако выход есть – замена правоохранительной системы и активная общественная позиция. Пока этого не будет, такие ситуации, в которые попала семья Ирины, будут продолжаться и в дальнейшем. Проблема кумовства или, говоря научным языком, непотизма проела не только правоохранительные органы, а вообще всю государственную систему Украины. К сожалению, бороться с этим можно очень просто. Это обнулять полностью кадровый подход к формированию государственных органов. Плюс должно быть определенное законодательство, которое не позволяло бы людям с родственными связями работать в одной структуре. В нашей стране кум – это тоже родственник. И факт кумовства невозможно доказать процессуально, потому что нет никаких документов к кумовству, мы не можем запретить. Поэтому здесь подход только один, который использовали европейские страны. Кроме обнуления, воспитание длительное, эволюционное, воспитание общества в духе ненависти к таким проявлениям, когда человек просто не может себе это позволить, потому что он боится осуждения окружающих. Субтитры создавал DimaTorzok